АРХИВНЫЕ КАДРЫ Одна из любимых фотографий Леры на фоне баранки. Вместе с родителями она часто гуляла около пруда. В 1995 году вместо асфальтированных дорожек и статуи оленей на островке в центре водоема была лишь трава. Задний план тоже отличался. Ледового дворца и гостиницы еще не было даже в планах. Не было границ у баранки каких-то вот таких очерченных, что это был просто получается пруд посреди города и вокруг земля. Но здесь получается уже давно появились ступеньки. Но, конечно, самое-самое-самое, на что нужно обратить внимание, это наш любимый Ледовый дворец и гостиница. В настоящее время благоустроенный пруд – визитная карточка города и популярное место отдыха для жителей. И сейчас Лера не упускает возможности пройтись по любимым с детства местам. Со временем здесь появилось много новых зданий. Вообще вот это место можно опознать по этой прекрасной вышке, которая, собственно, не изменилась. Там узел связи, но он в кадр не влез, но узел связи был, понятно, это еще советская постройка. Но, как видите, нету ни жилых домов вот этих высотных, которые дальше здесь стоят у нас сейчас. Ну и понятно, что нету ни гостиницы, ни торгового центра. Другая достопримечательность города, которую Лера помнит по своему детству – дивизионные пушки рядом с центральной площадью. В 90-е здесь еще не было памятника маршала Жукову, но в 2000-е его построили. Я помню, что его торжественно открывали. И самое, что интересно, улица маршала Жукова, которую мы все знаем, как улица маршала Жукова, она до открытия этого памятника, она была парковая улица. А так как я живу недалеко, у меня много одноклассников, там друзей, жило как раз-таки на этой парковой улице. Для детей это было прикольно, что в детстве такое событие, что была одна улица, а теперь стала другая. Но взрослые были не очень счастливы, потому что пришлось менять все документы. Конкурс Одинцова-65 будет продолжаться до 4 сентября, а имена победителей объявят в День города. Присылайте свои истории и фото на почту, а все вопросы можно будет задать по телефону 8 926 287 70 01. Екатерина Крамар, Фарид Харидинов, телекомпания Одинцова.